Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, возвращаемся на финансовые площадки с утра, чтобы оценить фундаментальную ситуацию, которая сложилась на рынке за прошлые торги, понять, какие события у нас на повестке предстоящей торговой сессии и, в принципе, как нам действовать. Также освежим воспоминания по ключевым инвестиционным идеям, которые у нас тачатся уже несколько месяцев, поскольку мы, несмотря на то, что продолжаем верить, пока не можем дождаться той самой долгожданной реализации именно того потенциала роста доллара, который имеет место быть, но пока еще не реализован. Но в любом случае мы умеем ждать, поскольку являемся фундаменталистами и понимаем то, что такой способ анализа динамики финансовых активов, он как раз и подразумевает, как минимум, среднесрочную торговлю. Но иногда замахиваемся и на АКК-срок. Начнем мы сегодня традиционно с нашего любимого черного золота, бренда, который так важен для российской экономики и для российского рубля, за которым, знаю, очень многие следят. Клосс вчерашнего дня по бренду 45.18. Сейчас актив торгуется с понижением 45.02. В частности, если подводить итоги вчерашней торговой сессии, то можно говорить о том, что бренда добрался до чуть ли не двухнедельного максимума и оказался выше 45 долларов за баррель. То есть, с сопротивлением быстро превратилась в поддержку. Поспособствовали тому сообщение Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК о том, что в самое ближайшее время может состояться внеочередное заседание, встреча, которая, как и ранее, собственно, будет посвящена ключевому вопросу. Это возможность стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов и нахождение вот этого сейчас фантомного баланса между спросом и предложением. Важно отметить то, что такие встречи уже проходили неоднократно. Также спекулятивный интерес приводил к тому, что трейдеры покупали бренд и WTI в надежде на то, что те участники этих переговоров, которые, собственно, и будут лоббировать определенные идеи, понимают то, что лучше, конечно же, вмешаться в ситуацию, лучше что-то изменить с лимитами и квотами добычи, чтобы в конечном счете дать рынку сигнал того, что нефть может обрести какой-то потенциальный бычий импульс и добраться до некогда высоких значений. Ну вот, проходили все эти заседания, и постфактум мы с вами говорили только о том, что ожидания были иллюзорны, и мы понимали, что эти ожидания фактически не имели никакой реализации. Но также важно отметить то, что каких-то избыточных иллюзий мы с вами никогда не строили, поэтому даже тогда, когда на рынке присутствовали ожидания, что эти договоренности могут быть достигнуты в ходе переговоров, мы делали ставку на то, что никаких договоренностей не будет, поэтому полномерно продавали позиции черного золота и были правы. Если вернуться к предстоящей встрече стран ОПЕК, то, в частности, эта встреча была, возможно, инициирована, скажем так, глобальной мировой общественности за кулисными игроками, но, в частности, ее пролоббировал президент ОПЕК, который по совместительству является еще министром энергетики КАТР, и отметил то, что она произойдет, случится в конце сентября и будет приурочена к Международному энергетическому форуму, 15-му, можно сказать, практически юбилейному по счету. Соответственно, это заседание сейчас будет для рынка, ключевым для рынка нефти, фундаментальным событием, возможно, потенциальным триггером, но мы с вами будем, как и всегда, научены уже собственным опытом весьма детально следить за ситуацией и не будем торопиться с занятием длинных позиций, даже несмотря на то, что вот может возникнуть ситуация, которая чисто теоретически способна убедить многих, что бренд будет дальше расти, поскольку договоренности будут достигнуты. Как я уже отметил в начале этого брифинга, давайте таких оптимистичных ожиданий строить не будем с самого начала. И то, что мы сейчас на азиатской дороговой сессии снижаемся, это говорит также о том, что медведи, которые присутствуют на рынке, готовы в любой момент указать быкам, что помимо вот этого спекулятивного интереса к позициям черного золота по факту предстоящей встречи на рынке, существует и большое количество негативных фундаментальных факторов, которые в любой момент могут спровоцировать резкое ослабление позиций углеводородов, и бренда, и WTI. В частности, если говорить про эти факторы, вы знаете, это уже подтвержденное перенасыщение рынка предложением, недостаточность спроса, слабость мировой экономики, рост количества нефтяных платформ в США, по отчетам Baker, Hudges, рост запасов нефти и бензина, сильный доллар, особенно сильный после пятничных non-farm perils, и, конечно же, ожидание дополнительного предложения со стороны, можно прям загибать пальцы, Кувейта, со стороны Ирака, со стороны Ирана, со стороны Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии. Поэтому эти факторы должны сейчас все-таки, может быть, исходя из того, что их больше, и большая из них часть основана на статистике, быть доминирующими на финансовых площадках, поэтому я снова призываю вас к тому, чтобы не обращать внимания на локальные выпады, которые показывает бренд, они могут быть, бренд может продолжить консолидироваться рядом с текущими значениями продолжительное время. Но мы понимаем то, что то ослабление, которое уже было показано брендом, оно как раз случилось неспроста. Это и есть отложенный эффект всего потенциального негатива, который мы с вами собрали, и который в конечном счете был реализован в той динамике, которую мы с вами и увидели. Ближайшая цель по брендам, как и ранее, долгосочная, 40 долларов за баррель, но пока я предлагаю зацепиться за поддержку 42. Поэтому, если все случится так, как бы нам хотелось видеть, в частности, запасы нефти вырастут и сегодня, по версии API, и завтра, по данным Минэнерго США, тогда у нефти появится еще локальный уже негативный фактор, который уже до пятницы может снова отправить, и бренд ниже 44 долларов за баррель. Российская валюта котируется на отметке 64.77, то есть снова у нас вблизи сопротивление 65 проходит игра. Мы понимаем то, что за последние 4 недели корреляция с нефтью очень выросла, поэтому можем смело анализировать ситуацию, которая складывается на рынке негаресурсов, и даже несмотря на динамику рубля, делать правильные объективные выводы о том, какие изменения могут произойти в рамках российского валютного актива. Если вы не заняли длинных позиций ранее, когда я вас призывал это сделать, особенно тогда, когда пара находилась чуть выше 62 рублей, текущее значение также весьма привлекательное, потому что даже по самым скромным подсчетам, рубль имеет потенциал девальвации еще около 10%, и по сравнению с банковским депозитом вам не нужно будет ждать года. Ослабление на 10%, по сути, 6 с небольшим рублей, и касание сопротивления 70 может произойти уже в самый ближайший квартал. Стоит только Brent получить, точнее даже реализовать, остаточный потенциал для медвежьей коллекции и снизиться в районе 40 долларов за баррель. Поэтому по рублю у нас цели также не меняются. Минимум 67-68, максимум, когда мы будем полностью удовлетворены, это тестирование сопротивления 70 против американца. Европейская валюта против доллара. Сейчас актуальные котировки у нас находятся на отметке 1.1074, и мы видим то, что евро продолжает консолидироваться рядом с уровнем 1.11, явно нуждаясь в дополнительном фундаментальном триггере, которого пока что на рынке нет. Признаю то, что с этой функцией могли справиться многие отчеты, которые мы получали ранее, особенно на прошлой неделе. Но что-то в отношении евро пока пошло не так, и трейдеры опасаются двигаться дальше, действовать, может быть, более решительно, и затаскивать евро в район 1.10 или даже ниже. Но и как и ранее, я снова отмечаю, то, что вероятность коррекции к этой поддержке куда выше, чем вероятность тестирования сопротивления. Поэтому мы ориентируемся на это ценовое значение, на этот рубеж, и знаем то, что если все сложится так, как нам бы хотелось, соответственно, и последующие макроэкономические отчеты будут продолжать тенденцию, негативную тенденцию, тогда мы сможем добраться до этого рубежа. Если говорить про евро, я считаю то, что явное пока что отсутствие спроса на защиту, особенно на японскую валюту, особенно в контрасте с этой динамикой, которую мы видели на прошлой неделе. Сейчас трейдеры не могут зацепиться за статус евро как валюты фондирования, чтобы использовать его из-за крайне низких процентных ставок для состоятельности бычьего ралли. И это хорошо, потому что нам совершенно не нужен сейчас рост европейской валюты, учитывая, что если бы он произошел, полностью бы стал противоречить тому фундаменту, который имеет место быть. Против евро действует также и сильная американская статистика, которая поддерживает доллар и снова постепенно возвращает на рынки ожидания того, что американский регулятор пойдет на разгонка косочных процентных ставок до конца этого года. И не стоит забывать, конечно же, про соответствующий слабый фундамент уже со стороны самой еврозоны. Вчера вышли, в частности, данные по промышленному производству Германии. Отчет оказался, признаю, очень хорошим. Он превзошел ожидания, но его явно мало, чтобы сломать тот негативный тренд, который сложился в промышленном секторе всей еврозоны за последние месяцы. Чтобы это случилось, у нас, как вы помните, должен быть как минимум прогресс из трех последующих отчетов. То есть мы в течение квартала должны констатировать с вами то, что пошло оздоровление, постепенное восстановление. Сейчас этого нет. И ситуация усугубляется еще и тем, что последствия Brexit еще не до конца реализованы в еврозоне в плане системных рисков. И то, что мы видим очень слабые ожидания и, по сути, исключительно пессимистичное настроение со стороны немецких промышленников. Вспомните последний отчет Зью. Кстати, новая статистика у нас уже буквально не, по-моему, даже на следующей неделе. Будем за ней следить. Но в любом случае Зью уже, который месяц подряд указывает на то, что настроения ухудшаются. И они связаны с такими же слабыми ожиданиями и очень скудным прогнозом по экономическому росту для всей еврозоны. И, между прочим, все эти слабые ожидания, они абсолютно оправданы. Поэтому давайте следить за статистикой. К сожалению, сегодня что-то интересного по еврозоне отметить нельзя. Даже по США тоже. Но у нас очень интересные отчеты идут на заключительную торговую сессию этой недели. Это ВВП по еврозоне. Вот на него и будем ориентироваться. Возможно, именно этот отчет станет определяющим для дальнейшей динамики. Потому что если мы увидим серьезное сокращение темпов экономического роста, тогда Европейскому центральному банку придется задуматься, не стоит ли поддержать такую проактивную позицию, как продемонстрировал Банк Англии на прошлой неделе. Поэтому по евро против американца у нас цель ближайшая 1.10 и ждем, пока пара закрепится ниже. Фунт против доллара 1.2987. Как мы с вами и планировали, прогнозировали и предполагали, фунту будет очень трудно оправиться от решения Банк Англии снизить процентную ставку, на 0,25% расширить программу количественного смягчения, запустить программу покупки государственных облигаций на 10 миллиардов фунтов. Это пакет сверхагрессивного стимулирования, который превзошел все самые оптимистичные ожидания. И поскольку это случилось, даже все скептики, которые сомневались в том, что Банк Англии может пойти на такие шаги, сейчас не сомневаются уже в том, что эти действия и такой спектр инструментов станут причиной еще более серьезного ослабления фунта. Да, это произойдет не в моменте. Но самое главное, мы в четверг получили мощный импульс, который толкает сейчас фунт вниз, и пока этот импульс далек от исчерпания своего потенциала дополнительного давления. Вы помните, что мы ставили на пробой поддержки 1,30, и судя по актуальным котировкам, именно это мы и увидели на сегодняшней азиатской торговой сессии. Но даже текущих значений еще явно недостаточно для того, чтобы мы были рады тому, что смогли получить хороший профит, потому что наша цель находится ниже. Это 1,29, но совсем было бы круто, если бы добрались до поддержки 1,28. Сегодня выйдут данные по промышленному производству, в частности по Англии, и еще в 1,30 по московскому времени, и в 17.00 отчет по ВВП. Учитывая, что на прошлой неделе у нас было еще одно подтверждение крайне слабых отчетов по индексам деловой активности в строительстве, промышленном, а секторе и в сфере услуг, я считаю то, что мы просто обязаны делать ставку на то, что отчеты будут очень плохими. Но иначе и быть не может. А, соответственно, у фунта сегодня еще впереди два фундаментальных потенциальных удара по собственным позициям, которые могут стать причиной локального ослабления британца, и, может быть, даже подстегнуть еще более повышенный интерес к этому медвежьему ралли, который уже по активу разворачивается. Из других событий пока по фунту ориентироваться нам не на что, но, я думаю, даже и не нужно этого делать, поскольку мы помним мрачные ожидания со стороны рейтинговых агентств инвестиционных банков, которые сулят катастрофический экономический спад для экономики Англии. И все эти ожидания, конечно же, просто пропитаны практически подготовкой Банка Англии к еще одному шагу экономических стимулов. И я думаю, что Банк Англии, учитывая его уже подтвержденную проактивную позицию, не остановится на прошлом снижении процентной ставки. И на следующем заседании мы сможем увидеть, как британский регулятор станет гнать ключевые ставки уже в район нуля. Что тут осталось? Еще одно решение на 0.25 по коррекции и будет нулевая ставка. И я считаю то, что к ожиданиям и спекуляциям по факту подобного фона мы обязаны присоединяться уже сейчас, потому что профит еще можно урвать. Для тех, кто промедил, тянул резину и считал то, что фунт остается не таким уж и усадером рынка. На самом деле именно таковым он и был. И сейчас вы в этом убедились. USD иена 102.44. Здесь пока без изменений мы видим то, что доллар растет. Неплохо растет, но мог бы, конечно же, идти вверх по динамичной. Поддержку по-прежнему оказывает резонирующий эффект от выхода очень сильных данных по Non-Farm Parals. Количество новых рабочих мест, вы помните, 255 тысяч против прогнозов 180 тысяч. Это только одна сторона минали. Еще также стоит отметить и прирост заработных плат, ну и целых 0,3%, который может стать причиной для роста индекса потребительских цен. И, безусловно, вся эта статистика, как я отметил уже вчера, повысила вероятность того, что ФРС будет поднимать процентные ставки. В частности, вероятность, что это произойдет в сентябре, уже составляет около 20%. То, что это случится в декабре, порядка 42%. В эту пятницу у нас роличные продажи, которые отражают потребительскую активность. И я считаю то, что последние отчеты, которые мы получали по личным доходам, по личным доходам, вот по состоянию рынка труда, приросту заработных плат, позволяют нам полагать, что роличные продажи должны подрасти и оказаться лучше прошлого отчета, который также был довольно неплохим. Если это случится, тогда вероятность повышения процентной ставки может перевалить даже за 50%. И, несомненно, это окажет поддержку американцу. Поэтому, если забегать вперед, я считаю то, что мы имеем все основания, чтобы до конца этой недели, может быть, добраться даже до сопротивления 103,5%. Почему бы и нет по паре USD и иены? И хотел отметить также еще USD-CAD, поскольку вчера у нас вышел отчет по рынку недвижимости. Напомню для тех, кто, может быть, не следит за макроэкономическим фоном по Канаде и, может быть, даже не интересуется, но для общего развития. Очень долгое время предполагалось, что канадский рынок недвижимости остается одним из основных драйверов для экономического роста. И даже в случае просадки потребительской активности, снижения индекса потребительских цен, более слабой ситуации в промышленности, рынок недвижимости сможет вытащить экономику. Это также были не совсем верные ожидания, пропитанные оптимизмом, который не подтвердился. Потому что, судя по последнему отчету, который вышел вчера, количество разрешений на строительство домов сократилось на 5,5%. Один из худших результатов за последний год. Против ожидаемого прогнозного роста на 1,5%. Поэтому канадская экономика лишилась даже такого сомнительного драйвера для роста, как рынок недвижимости. Поэтому мы вчера и сегодня, возвращаясь к этой идее, уже убеждаемся в том, что наши предположения неизбежной просадки канадца верны. Потому что канадская валюта сейчас можем только зацепиться за резкий рост нефти. Но, как я уже отметил в начале брифинга, мы на такой не настраиваемся. Считаю, что Brent, скорее всего, скорректируется. Поэтому USDCAD, актуальные нефтировки сейчас у нас на отметке 1.3175, еще не добрались до уровня 1.322. Но я предлагаю даже, чтобы не топтаться уже на этом значении, мы уже которую неделю подряд говорим об этом сопротивлении, уже сделать шаг вперед, сознательно визуализируя то, что пара должна двинуть выше. Давайте замахнемся уже на сопротивление 1.33. Это для тех, кто интересуется этой валютной парой и так же, как и я, делают ставку на ослабление канадца против доллара. Из важных отчетов сегодняшнего дня действительно выделить практически нечего, поэтому я предлагаю сфокусироваться только на Англии и промышленному производству, которое выйдет в 1.130. А также отчетов по ВВП в 17.00. Ждем, как уже отметили слабые цифры и дополнительного давления на британца. Кодовое слово на сегодня. Продолжаем животную тему. Раз вчера у нас был бык, давайте, чтобы не обижать и другую сторону рынка, в качестве кодового слова возьмем слово «медведь». Величина бонуса на сегодня 15%. Действует он, как и каждый бонус до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Желаю вам хорошей торговой сессии, попутного тренда, хороших перспективных сделок. Не забывайте о том, что весь видеоконтент всегда доступен на нашем официальном канале на YouTube. Заходите на него, подписывайтесь, оставляйте ваши вопросы, комментарии и, конечно же, ставьте лайки. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.